В реакторном здании второго энергоблока, строящейся в Бангладеш атомной станции Рупур, успешно завершилась сварка главного циркуляционного трубопровода или ГЦТ. Эта система труб соединяет основное оборудование первого контура. Реактор, 4 парогенератора и 4 главных циркуляционных насоса. Параметры ГЦТ впечатляют. Общий вес по поводу ГЦТ составляет 238 тонн, протяженность вибрации 140 метров, наружный диаметр 999 мм, вот и 850. Сварку ГЦТ ввела компания Энергоспецмонтаж. Всего было заварено 28 стыков, толщиной 7 см каждый. На сварку одного стыка уходит в среднем 2-4 дня. Вначале два участка трубопровода подгоняют друг к другу под контролем геодезистов. Затем стык прихватывают, а после ведут сварку. Всего сварщику предстоит сделать 36 проходок сварки, так называемых валиков, которые и заполнят 7 см толщины. Перед сваркой стык нагревают до 250 градусов при помощи термоустановок. Высокая температура и стесненные условия осложняют и без того непростую работу сварщика. Кроме того, на его плечах большой груз ответственности. Особо важная, ответственная работа, которая требует от человека, от сварщика, внимательности, кропотливости. Эмоциональные условия, я бы сказал, такие очень напряженные, потому что человек эмоционально переживает за свой труд, за проделанную работу. В данный момент работаю на Атамаши, и мы выполняем работы по сварке именно вот этих парогенераторов. Мой участок занимается сборкой корпусов парогенераторов. Получилась, судьба сложилась, что и мы с Атамаши попали в бангалер. Ну, надо же проследить, как мы там свою работу доделать до конца. Когда стык завершен, его нагревают до 650 градусов на 8 часов, чтобы снять напряжение с металла, которое создалось при сварке. Наконец, на внутренние сварные швы наплавляют нержавеющую сталь, которая защитит трубопровод от агрессивной среды. Все этапы сварки проходят сразу три проверки. Внутреннюю комиссию СЭМ, комиссии генподрядчика и заказчика. Один из методов контроля – ультразвуковой. С помощью специального оборудования стыку как будто делают УЗИ, на котором видны все дефекты, если они есть. Также применяют радиографический, визуальный и капиллярный контроли. Качество сварки гарантирует и специально созданный микроклимат. В помещениях поддерживают чистоту и влажность до 80%. Кроме того, к работам допускают только сварщиков самого высокого, 6-го разряда. Мое восьмое ГЦТ, а УИТР, который здесь непосредственно варит, ну это уже у кого-то пятое, у кого-то шестое. То есть ребята опытные, варили в Курске, варили первый блок рукура. Кроме 16 русскоязычных, в работах участвовали 8 местных сварщиков. Молодцы, выварили вот 8 стыков на корпусе реактора. Это тот персонал, который мы специально готовили под сварку, значит мы их к чему-то научили. Помимо сварщиков, в процессе была задействована целая команда специалистов. Большое количество людей, около 100 человек. У каждого за спиной не первое ГЦТ. Все работают как один большой организм. Сварщики, монтажники, геодезисты, электрики, СТК, инженеры-термисты и специалисты своего дела. Во время эксплуатации станции главный циркуляционный трубопровод будет использоваться при температуре более 300 градусов десятилетия. И мы уверены, что он успешно выдержит это испытание.